23-й республиканский турнир по акробатике, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина, был проведен в Брестской спортивной школе Олимпийского резерва профсоюзов по акробатике и бадминтону. Участниками стали более 150 акробатов из Белоруссии и России. Это представители сильнейших команд двух стран, действующие чемпионы мира и Европы. Мы проводим 23-й республиканский турнир в памяти заслуженного тренера СССР Владимира Павловича Коркина. Соревнования в этом году получаются очень сильные. Представлены двумя сильнейшими командами России и Беларусь. Россия привезла национальную команду, спортсмены которых находятся в топ-3 мирового рейтинга. И Республика Беларусь представлена национальной командой, которая тоже на мировых форумах занимает призовые места. Долгожданный турнир, очень сильный, очень нужный, так как всем известно, что мы в последнее время не можем выезжать на мировые форумы. И поэтому в этом году у нас сейчас проводится турнир международного уровня. Спортивный акробатик – командный вид спорта. За медали боролись мужские, женские, а также смешанные пары, которые показали свое мастерство и профессионализм. Участникам предстояло выполнить три вида упражнений – балансовое, вальтижное и комбинированное, с которыми каждый из них справился на отлично. Сильнейшие представители команд Беларуси и России уже не раз доказывали свой профессионализм и твердо настроены на победы и в этих соревнованиях, которые пока еще не завершены. Мы привезли на самом деле сильнейший состав, практически все самые сильные из нашей страны есть. Мы вчера только, ну не вчера, а за день до этих соревнований у нас закончился чемпионат России взрослый. И мы прямо с него в поезд и приехали сюда, в общем-то, основной командой. Но, естественно, надежда бороться за победу и надежда еще те, что все-таки для наших спортсменов это очень большая мотивация. Это сильнейшие спортсмены обоих стран выступают. Это для нас очень, на самом деле, сейчас большое значение имеет, потому что так сборная поддерживается в форме. Хоть нас на чемпионате мира Европы пока нету, но прекрасно все понимают, что Россия и Беларусь – это лидирующие страны в акробатике. Мы надеемся, что эти соревнования будут конкурентоспособны и мы будем бороться на равных с Российской Федерацией за три забыва места. Мы проводили совместные учебно-тренировочные сборы в Российской Федерации, конкретно в городе Сочи. Нам очень понравилось. Участники соревнований, как никто другой, ждали этого дня и проводили многочисленные тренировки для того, чтобы продемонстрировать свои умения в этом нелегком виде спорта, а также попороться за звание победителей турнира, что, несомненно, важно каждому из них для их будущей спортивной карьеры. В акробатику я пришла в пятом классе после спортивной гимнастики. Меня спонтанно тренер просто пригласила. Сначала начинали с самых низов, то есть это юношеские разряды. Потом я переехала тренироваться к девочкам в Барановичи, и там уже началась такая моя более осознанная спортивная карьера. На чемпионаты мира, чемпионаты Европы ездили. Занимаюсь уже 14 лет, но в таком более осознанном. Четыре года меня взял к себе мой тренер нынешний. И вот четыре года мы ездим по соревнованиям по-серьезному, чемпионат мира, чемпионат Европы. Сейчас международное соревнование по России ездим. Я занимаюсь акробатикой уже 10 лет. Ну, скоро будет 10 лет. Привел в спорт меня папа. Спасибо ему. К этим соревнованиям мы подготавливались в Барановичах, где мы проживаем, и на сборы также ездили в Ратамку. Люблю, занимаюсь. Не отстают от наших чемпионов и участницы из России, которые также приехали на этот турнир для того, чтобы победить. Я занимаюсь тибидом спорта с четырех лет. Пришла просто случайно, ну, родители отдали, вот и пошла, начала заниматься и до сих пор тренируюсь. На эти соревнования я приехала, чтобы показать, что мы можем. Я очень рада, что мы можем поехать в Беларусь. Очень рада, что мы можем оказаться в этой стране, пообщаться со спортсменами из Беларуси и показать всем, ну, свою работу, чтобы все увидели и чтобы мы на других тоже посмотрели. То, что мы сюда приехали, это очень хорошо, ну, в связи с такими обстоятельствами, что можно вообще хоть куда-то поехать. Вот так в Беларусь очень, очень хорошо для нас. Вот. Ну, соревнования хорошие, хорошая атмосфера, нам тут нравится. Республиканский турнир по акробатике завершится 27 октября. А пока мы пожелаем каждому участнику победы.